приветствую всех тех кто сейчас смотрит это видео сегодня у нас речь пойдет вот о таком ноже производства кизляр суприм называется нож крок сталь на нем d2 вот так вот ножичек выглядит вот таким вот образом что хочу сказать об этом ножа в первую очередь пока не забыл дело в том что вот этот нож нож соответственно серийный d2 самый обычный нож на вот но в первую очередь хотелось бы сказать что этот нож уже российского производства то есть этот нож именно конкретно вот это вот экземпляр вот этот он уже изготовлен в россии не в китае то есть было видео на одном из каналов там представитель компании кизляр супрем рассказывает что сейчас уже производство перенесено в россию ножи выпускаются в россии то бишь в китае они были не всегда хорошего качества то есть ну практически там чуть ли не 50 на 50 можно было в общем нарваться на нож не должным образом закаленный ну и так далее вот ну что же у меня был горький опыт но как и горький так и как бы не горький опыт в пользование ножей кизляр супрем вот было пару ножей легионы дельта они попались мне не хорошего качества вот я их благополучно подарил люди не нажиманы им вполне достаточно такой закалки какая там у них есть вот ну в общем как то так я остался недоволен теми ножами но в то же время в то же время приобрел я уже после тех двух ножей позже как бы вот такой нож называется он срывалит сервивалист x тоже сталь d2 с ним все в порядке тоже производство китай еще вот то есть как бы как попадешь с этим ножом повезло с теми нет ну конечно обидно можно было наверное отправить их поскольку пожизненная гарантия на ножи кисляр супрем дает на свои ножи наверное можно было отправить обратно с претензиями и скорее всего мне бы их поменяли но что сделал то сделал вот и виктор агры представитель компании он директор там не помню чего ну представители компании такой он и на выставке ездит как бы лицо компании кисляр супрем вот открыл мне он такую тайну в контактах что я спросил как же узнать китайский нож отличить от не китайского от российского производства на что смотреть вот пришел я в магазин и как отличить оказалось все просто причем продавцы продавцы даже этого не знают они просто не обращают на это внимание зачастую а все просто оказалось на ножи российского производства на ножах российского производства не знаю видно ли это на камеру вот здесь вот надпись идет made in russia то бишь сделано в россии переводится на китайских ножах производства кисляр супрем этой надпись надписи нет то есть тут она отсутствует просто надпись кизляр супрем и все ну здесь идет надпись название модели вот и сталь марка стали из которой нож изготовлен все здесь идет марка стали название модели и под надпись кизляр супрем маленькими буквами идет надпись made in russia собственно это уже нос российского производства вот в этом разница ну когда я узнал что производится в россии мне захотелось этот нож вот ну покупать и его не стал вот по определенным причинам нож мне этот подарили поэтому ссылку где можно приобрести этот нож я оставлю в описании ссылку на на интернет-магазин кизляр экстрим то есть это непосредственно интернет-магазин от производителя то есть это не перекупщики это именно вот от компании магазин вот ссылочку я оставлю в описании и так она же нож как я уже сказал изготовлен из стали d2 называется модель крок вот мне он или лично нравится тем что ну как бы я видел много негативных каких-то высказываний комментариев об этом на же что мол вот он для походов не подходит я не пойму почему вот то есть я держу этот нож вот в руке он удобный он удобный рукоять здесь на пластик эластерон насколько я могу судить на это самое ну как сказать наклеена наплавлено вот косяков по ножу никакого нет не вижу я чтобы что-то тут было заваленная заточка или что-то в этом духе с маленькая техническая так сказать вот режет из коробки он вот собственно без проблем можно видеть что заточка все нормально никаких грехов ничего такого нет вот так чем не нравится нож во первых отсутствием обуха отсутствием фальшлезвия на обусе вот обух здесь во первых довольно толстый подвод кончика толстый то есть можно не бояться этот нож как-то какие-то силовые нагрузки ему давать кончик сломаться не должен вот нож у меня новый я пока что такого приматского ничего с ним не делал вот но думаю что для такого ножа это не проблема тем более сталь до 2 все таки вот отсутствие фальшлезвия на обухе позволяет ну тоже делать какие-то силовые нагрузки на этот нож то есть надавить вот таким образом то есть ничего не мешает побатонить то есть как поперек так и вдоль ножом очень работать удобно по продуктам за счет того что клинок не широкий им тоже картошечку почистить там не знаю лучок порезать помидорку по продуктам есть им уже успел поработать работает он замечательно вот очень удобно вот рукоять в меру толстая меру тонкая но обычная рукоять стандартная такая серий тактикал эшелон от кизляр супрем то есть довольно уже известная удобненькая рука не скользит вот имеется упор который при каких-то колющих ударах предотвратит соскальзывание вашей кисти на режущую кромку вот покрытие здесь ну покрытием это назвать нельзя это скорее обработка клинка можно сказать называется она тактика ложь перешутку называют тактическая ложь в чем плюс в том что ну на нем не будет не будет видно вновь появляющихся в процессе эксплуатации каких-то царапин вот на то есть он так обработан интересно своеобразно нормально вот итак силовые нагрузки как я уже сказал был у меня легионы дельта китайского производства еще лет назад много лет назад вот остался недоволен легион у меня занялся когда моя жена пыталась порезать селедку просто селедку соленую рыбу не замороженная вот сейчас попробуем им что-то построгать вот у нас тут кстати совершенно случайно на этот раз действительно совершенно случайно такая веточка торчало собственно их тут много вот как говорится поехали вообще бодро довольно сухую ветку о как практически поперек срубает блин строгать вообще удобно то есть еще вот этот пор но под мою руку она прям ложится инстинктивно вот палец мой вот в эту насечку насечка вот такая имеется нож кстати футан как это вот видно строгает вообще хорошо взбодрило меня так прям да мне понравилось то есть как бы я приобретаю непосредственный опыт работы с ним прямо сейчас прям вот 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 я это первый выход мой с ним буквально он пришел несколько дней назад так про ножны скажу а то забуду нужны стандартные тактически вот мне эти нужны нравятся больше тем что у них присутствует вот это вот запас веревочки но ее можно использовать по своему усмотрению и что самое главное что для меня лично главное то что эту веревочку можно так крест-накрест перевязать и закреплять ножны и как бы горизонтально то есть на спину так горизонтально чтобы нож не торчал нигде вот очень удобно вот ну а так здесь такой фиксатор который на липучке его можно вынуть и переставить под правую под левую руку как вам удобно вот нож опять же можно поместить в ножны таким образом таким образом то есть опять же под левую под правую руку заходит плотненько вот не вываливается но у меня не болтается ничего то есть удобненькие хорошие ножны имеется здесь два винтика с помощью которых можно ну открутить их можно и изъять вот эту пластиковую вставку заменить ее либо почистить вот крепление молли вот сюда например можно что-то какой-то набор выживания закрепить или это маленький дополнительный ножичек крепление молли к рюкзаку опять же крепление такие вот для того чтобы не снимая ремень можно нужно было снять там с пояска например вот одеть не снимая ремня закрепить на ремне такие хорошие добротные нужны так ну еще плюс ножа вот этого в том что вот эти накладки они меняются например даже есть продаются на кизляр экстрим накладки такие они ну такие же накладки только из дерева кто предпочитает более такой природный материал пожалуйста можно их на кизляр экстрим заказать и закрутить их сюда поставить с помощью вот этих вот стяжечек они откручиваются стяжечки меняется накладки можно поставить такие вам угодно есть оранжевые накладки то есть чтобы нож вам не потерять где-то в траве там мало ли что можно поставить допустим тяжа оранжевые накладки и нож вы не потеряете никуда так ну что же а теперь момент так сказать истины ну очень надеюсь что сталь не подведет это у нас куриная так сказать бедрышко с косточкой сейчас попробуем порезать ее как он справится так бумажка есть главное его потом сухо вытереть вытереть ну и так поехали так вытрем его насухо чтобы нам ничто не мешал от мусора резать бумажечку чтобы обзор был объективен ты ну вообще на вид никаких заминов нет то есть погода у нас ясная я изменения не вижу так ну что же пробуем как резал так режет то есть вот частью которая у меня сейчас под выпертым нет никаких извинений изменений ну вот бумажка еще влажновато там что парит духа тень я еще из города ехал но даже и и он нормально в принципе резать в принципе а вот даже вот можно видеть поближе покажу так как у как резал так режет то есть заминов никаких здесь нет не знаю передаст ли камера ну ну я автофокус вырубил чтобы не прыгал ничего и вас не раздражать этим прыганием ну вот как то ну нет здесь никаких заминов то есть вот разница я вот почувствовал только что разница между китайским производством и но опять же китай не весь плохой вот нож у меня сервивалист даже интересно раздробил косточку то есть как объяснял виктор агре в интервью данному одному из каналов что китайцев если за ними ослабить контроль то они могут напортачить так вроде с контроль когда есть делать нормально ну вот опять же ничего не замялось то есть чтобы не быть голословным нож режет никаких заминов тоже здесь нет то есть пятьдесят на пятьдесят а с двумя ножами у меня попадут так что вот так вот вот такой вот ножик крок рекомендую не знаю кто там чего его ругал что там у кого ломалась вот у меня как вы видите ничего тут не заминается не ломается все круто строгает нам шикарно удобный ножик рекомендую ну засим с вами прощаюсь всего вам доброго еще увидимся такрем теперь опять я Продолжение следует...